Мы что зависли? Что еще раз? Вы что зависли? Нет. Новости читаю. Ну и что там в новостях пишут? Ну как раз сейчас стало о том, что арестовали трех людей, научных сотрудников, которые занимались разработкой суперзвукового оружия в России? Какой кошмар. Да. Как сегодня работать ученым? Не читайте ужасные новости, там ничего хорошего не пишут. Ну а как тогда узнавать новости, если не читать ничего? Все прилетит само. Каким образом само? То есть вы откроете социальную сеть какую-то, и вам кто-то там что-то напишет, и таким образом вы узнаете, что происходит. Нет. Я о том, что я вот смотрела прям новости, так вникала, так все слушала, так потом просто мне сон снится, что я на войне, что за мной бегают с оружием. Это уже настолько все психологически непросто, поэтому я советую не все подряд смотреть. Нет. Все подряд смотреть, конечно, не надо, но дело в том, что вы же находитесь в социуме, правильно? Если вы не читаете новости, вы все равно эти новости каким-то образом поглощаете. Люди вокруг вас общаются, радио играет, в такси едете, там тоже радио, в такси что-то вам скажут. Нет, надо пару всю новости просто слушать. Связь негатива, отрицательная. Вы и так хватает. Я вот думаю, наоборот, нужно интересоваться новостями, нужно анализировать, нужно об этом много говорить, нужно не соглашаться с тем, что если вы слышите неправду, тогда я сейчас по-другому задам вопрос. Вы находитесь дома, да у вас же есть любимые люди, приходят завтра, забирают вашего мужа или сына на войну. А вы говорите, подождите, какая война, я вообще не знал, что что-то происходит, я новости не читаю. А вам говорят, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. И получается так, что тем, что вы не следите за новостями и ничего не знаете, то в какой-то момент вы просто стадитесь жертвой. Я еще раз говорю, смотрите, надо положить. Так я же вам о чем уговорю. Как вы настроены, интересно, жертвой. Вы в любом случае, мы все жертвы. В любом случае. В каком смысле? Если человек подготовлен, он не будет жертвой. Человек может влиять, например, на власть. Ну, конечно. В других странах, например, не в России, да, если людям что-то не нравится, они выходят на улицу и эта власть только так, щепки летят, летит со своих кресел. А в России так, как вы говорят. Вы с Украины? Нет, я не нахожусь в Украине. А с Виттеля? Соединенные Штаты Америки. Что у вас не написано? USA? Что, что, что? Почему не написано, что вы с Америки, а вы с России написано вложить в вашу? Ну, потому что сегодня, я же говорю, если вы бы больше читали, узнавали, вы бы тоже смогли сделать так, что вы можете находиться, показывать, что вы находитесь в любой стране. Так как я много читаю, я много узнаю, много знаю, интересуюсь. Значит, вы скрываетесь от кого-то? Зачем же я скрываю? Я же вам сказал, откуда я, правильно? Мог не сказать, а решил сказать. Это я решаю, понимаете? То есть получается, что я больше вооружен, чем вы. Вот я захочу, скажу, захочу, не скажу. Конечно, вооружен. Что еще раз? Ну, вы же от кого-то, вы же от кого-то скрываетесь, раз вы не показываете свой флаг. Интересная логика. А может быть, у меня другие причины? Может быть так, что у меня другая причина? Ну, давайте логически подумаем. Если я могу ставить себе любую страну, чтобы другие люди могли смотреть и не знать, откуда я, для чего я это делаю? Скрываетесь от кого-то? Зачем мне скрываться? Я нахожусь в свободной стороне. Я могу открыто говорить и высказывать свои мысли, и делать то, что я хочу. Я это именно делаю для того, что... Ну, давайте я вам скажу тогда. Хорошо. Может быть, вы действительно не понимаете. Когда я выхожу под IP США, то когда я общаюсь с людьми из России, то очень много агрессии. Для того, чтобы можно было каким-то образом выстоять какую-то беседу, я выставлю Россию. И таким образом я могу начинать диалог с кем-то. Люди не такие агрессивные. И агрессии никакой нет. Скажем так, меньше агрессии. Намного меньше. А если бы вы поставили значок Америка, был бы агрессии больше, так? Да, конечно. Ты согласна. Я общалась с человеком из Америки, у которого стоит флажок Америка. Ну, понимаете, дело в том, что я уже в чат-рулетке нахожусь два года. Я и Америку ставил, и Украину ставил, и что только не делал. Я уже знаю и примерно процент, сколько людей агрессивных. Это раз. А во-вторых, когда ставишь Америку, то тебе другие страны больше подсказки приходят. То есть кидает чат-рулетка, так устроен этот алгоритм. Опять-таки, потому что я много читаю, много знаю, я примерно понимаю, как устроен алгоритм чат-рулетки. Вот если вы себе сейчас выберете Соединенные Штаты и поставите, что вы из Соединенных Штатов, то вам чат-рулетка будет подбрасывать чуть-чуть другую аудиторию. Не совсем ту, с которой я сейчас общаюсь. Хорошо, скажите мне, как мне поставить другой флажок, если не секрет. Есть программа такая, так и называется. Вписывайте этот браузер, которым вы пользуетесь, например, я пользуюсь Google Chrome. Вы пишите Google Chrome, разрешение для изменения IP в чат-рулетки. И все. И вам дает программа. Вы ее загружаете себе в компьютер. Открываете. Google Chrome для решения чего? Разрешение. Это такая программа, которая позволяет вам изменять IP свой. А вы в России давно из Украины приехали? Да. А что, я похожа на славянку украинскую? Нет, я просто... Вы сказали «звидки лявы». Я просто услышал, как вы это сказали. Поэтому я вас спрашиваю, как давно вы из Украины? Ой, да, давно. Давно. А вы тоже из Украины? Ну, я, наверное, еще больше времени не нахожусь в Украине, чем вы. Мне так почему-то так. Я говорю, что вы из Украины, это и так сто процентов понятно. Почему? Как вам понятно это? А вот я вижу, что... Потому что у меня флажок за мной украинский? Ну, это само собой. Вы просто славянин, еще тот. Я славянин, еще тот. Но дело в том, что сегодня, вот, например, там, где я нахожу, Соединенные Штаты Америки, вокруг меня очень много людей, которые не говорят по-русски, и у них тоже украинские флажки и флаги. Некоторые у себя дома держат украинские флаги, американцы. Поэтому не все так... Откуда у нас Украина? Киев. Белая Киев. Но уже 30 лет живу в Соединенных Штатах Америки. Ты счастлив? Да. Мне очень нравится и Соединенные Штаты Америки, и Украина мне очень нравится. Поэтому я последний раз в Украине был в 2017 году, в 2018 году. Я поехал и поработать, и отдохнуть, и своими глазами все увидеть. Корни пустили? Что-что? Корни в Америке пустили? Конечно. Ну, мало ли. Всякое бывает. Ну, да, бывает всякое, конечно. Это правда. И все находят своих половинок. Да, не всех. Здорово. Ну, и как с виду на это все с Америки смотрится? Что именно? То, что Россия и Украина? Да. С вашего. Так и смотрится, что Россия это, в принципе, страна, которая находится в прошлом еще. И те действия, которые совершает Россия, это все идет из, скажем так, прошлого. Гитлерская Германия 1939-1945 года, это сегодняшняя Россия. А Украина? Не Гитлер? Нет. Не фашисты, не нацисты? Конечно, нет. А что вы говорите? Что вы брешете? Ну, смотрите, я был... Ну, мы в Львове, куда-нибудь будем. Я, давайте скажу так. Я в 17-18 году был в Киеве, в Украине, да? Не нашел-то мне одного там укронациста, про которых рассказывают по российским телевидениям, да? Нет, подождите. Вот подождите. Я не знаю, как вас зовут. Вы не представились. Поэтому буду говорить к вам так. Вот вы говорите, вы в 17-17 году были. Вы росли на Украине? Ну, я вырос в Украине, конечно. Плюс-минус это в каком году вы уехали? В 90-м... Начало 92-го года. Вот только Советский Союз распался, и вот сразу я уехал. Все понятно. Все понятно. И что вам понятно? Ну, и понятно то, что вы не застали нынешнюю Украину, в которой я росла. И в какой вы Украине росли? Расскажите мне, может, я послушаю вас. Ну вот, в 90-х годах я росла, в 2000-х я там жила. И что? Это был распад Советского Союза, шло становление новой страны. Точно так же, как и в России. А в России в 90-х и в 2000-х годах не было сложно? Не знаю, не была здесь в это время. Ну, я вот общаюсь с людьми из России, они все говорят про 90-е годы. И говорят, что это было ужасно, что это было все плохо, пока Америка начинала помогать России, вливать кучу денег, помогать пенсионным фондам российским, зерно посылать России, учить Россию, что такое рыночная мировая экономика, учить Россию, что такое банки западные, учить Россию, что такое технологии, позволять России устанавливать у себя разного вида оборудования и так далее, строить, помогать заводы и так далее, и так далее. И так, таким образом Россия поднималась. Думали, что Путин, в принципе, это человек, который будет смотреть в сторону развития, в сторону будущего, а он начал смотреть в сторону прошлого, завел свою страну к полному краку. Сегодня Россия — это российское государство, которое сегодня, в принципе, дошло до того, что ничего хорошего Россию не ждет. Конечно, конечно, именно так. Америку ждет все перфекто, да? Ну, смотрите, вы историей, наверное, никогда не интересовались, так как вы говорите, я не люблю читать, вы не знаете, что происходит. Я живу в России, уже 20 лет. Да. Да, то, что, может быть, происходит сейчас, это не самое лучшее время обсуждать. Ничего хорошего не происходит. Но жить в России можно. А в Украине нельзя было жить? Можно было, но по-другому. А кто сказал, как лучше, в Украине или в России жить? В России лучше жить. Кому? Вам или другим людям? Мне. А другим людям? Ну, при чем здесь из-за других? Я бы за себя говорю. А я вам сейчас объясню. Дело в том, что Украина на Россию не нападала. Часть территории у России не отжимала. Своих солдат в военной форме, без опознавательных знаков не посылала. Да, конечно. Что в Одессе происходило? В Одессе? А вы же причину следственной связи должны сначала понимать. Что было раньше? Людей жевали, перейдевали. Не нужно рассказывать вот эти вот российские пропагандистские лозунги. Понимаете? Потому что дело в том, что сначала был Крым и захват Крыма. После чего... Вы ничего не видите. Что было раньше, Одесса или Крым? Что было раньше, Одесса или Крым? А насчет Крыма люди все... Подождите, подождите, подождите. Люди были за после того, как зеленые человечечки вошли на территорию. Давайте находить причинно-следственную связь. Знаете, в чем разница между мной и вами? Вы изначально сказали, что вы не интересуетесь, вы ничего не читаете, новостями не интересуетесь. Я, в отличие от вас, изучаю... Я не сказала, что я не читаю, что я не интересуюсь. А что вы сказали? Я сказала, что я негатив не слушаю. Вы меня даже не слышите. Вы свою политику не понимаете. А я слушаю и негатив, и позитив, и анализирую. И дело в том, что люди во всем мире не такие глупые, как вам кажется. Почему сегодня весь мир поддерживает Украину, а не Россию? Потому что Украина, в отличие от России, практически все. 141 страна проголосовала в ООН за резолюцию, в которой объявила Россию агрессором. Вот сейчас в последний раз было 122 страны. Вот они и голосуют, потому что люди не глупые. Дело в том, что когда Путин раздувал щеки и захватывал... Путин глупый, не глупый. И заставлял... Я вам сейчас расскажу. Когда Путин захватывал Украину и говорил, нас там нет, потом мы там есть, потом это не мы, а потом это мы, зеленые человечки, это не наши. Форму, значит, и военное все оборудование находят в шахтах. А вот сегодня идет в обратную сторону. Я сегодня, когда общаюсь с Россией, да, и мне здесь говорят, откуда у Украины, значит, столько оружия. Я говорю, в шахтах вырыли они. Нравится вам так, когда с вами так себя ведут? Потому что страна России сегодня, это страна гопник. Это страна, которая застряла в прошлом. Она не способна понимать, как сегодня устроен мир, как живут люди. Раньше в 90-х годах все с Украины ехали в Москву на заработки. Не все. И тлут. Не все. Да, конечно, не все. Хотите я вам скажу, куда идти? Да, конечно. Вот эти, я работаю в сфере, да, той там, где занимается музыка, кинопроизводство. Практически все ваши сериалы снимались в Украине. И вы, когда приезжали в, значит, киностудию украинскую, там практически вся, значит, верхушка ваших всех кинематографистов находилась. Поэтому не нужно мне рассказывать, как я знаю, как работали российские жители. Агрессия, да. Что, что? Столько у вас агрессия. У вас столько много агрессии. Это не агрессия. Что вы только вы сожрали. Это не агрессия. Агрессия. Это не агрессия. А что это? Это чувство, это чувство брезгливости. Вы знаете, что когда ты человек, у тебя есть эмпатия, и ты понимаешь, что сегодня российские ракеты падают на территорию Украины, дети в подвалах прячутся, посмотрите интервью разные с людьми. У меня, кстати, тоже есть такие интервью. А вы сидите, будучи жителем когда-то Украины, и пытаетесь оправдывать это безумие и эту мерзость. А путинская Россия сегодня... Потому что я жила на этой стране. Я видела, что там происходило. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Поэтому я и свалила оттуда. Вот вы правильно сказали, свалила. И вы свалили оттуда. И вы свалили оттуда. Я не сваливал оттуда. Если бы все было хорошо, то вы жили в Кимире. Я не сваливал из Украины. Это вы свалили из Украины. А я уехал из Советского Союза. А почему же вы сидите в Америке? Чего вы не в Киеве? Не за своего брата стоите горой. А откуда вы знаете, что я делаю? Вы же меня не знаете. Вы же не знаете, что я делаю и что не делаю. А почему вы делаете? А почему вы делаете? Вы себя поймали сейчас. Вы сидите в другом тресте. А откуда вы знаете, где я сижу? Откуда вы знаете, где я сижу? Вы же сказали, вы с Америки. Или это вранье? А, нет. Я нахожусь в Америке. Это правда. Но откуда вы знаете, что я делаю? И где я нахожусь? И когда? И как? Вы же не знаете ничего. Ну, хорошо в голове. Тут только знал. Вам не стыдно, скажите? Вот мне просто такой вопрос есть к вам. Вам не стыдно? Нет, абсолютно. Я жила в Украине и видела этих злюк. Злюк? Этих бандер. Где вы бандер видели? Злюки, бандеры. Когда вы видели их в последний раз? Зачем вы врете? Когда жила-то? Зачем вы врете? Почему? Потому что вы врете. Потому что никаких бандер в Украине нет. Там есть люди добрые, нормальные, с эмпатией и состраданием. И вот эти глупости. Есть, но не все. Большинство людей – это нормальный народ. Сильный, храбрый, свободный и честный. А вот в России народ. И вы стали частью этого народа, российского, мерзкого и подлого. Вы оправдываете агрессию. Вы оправдываете Путина, который является сегодня Гитлером сегодняшнего времени. Это не человек. Его место в тюрьме, в Гааге. Что, в принципе, он и получится в ближайшее время. По Зеленскому наркоману место где? Откуда вы знаете, что Зеленский наркоман? Доказательства давайте мне. Да все об этом знают. Кто все? Кто все? Что, бабушка Маша вам сказала это все? Нет, ваша бабушка сказала. Какая бабушка Маша? Где можно узнать, что Зеленский наркоман? Почему вы повторяете пропаганду российскую? Вы говорите, что ничего не слушаете, не читаете. Но у вас все нарративы пропаганды российской. Вот доказательства тому, что Путин напал на Украину, есть. А вот доказательства тому, что Зеленский наркоман, нет. Видите, в чем разница? А вы поищите хорошо историю и увидите. А, уже надо искать историю. Значит, все-таки вы смотрите, считаете что-то. Ну, раз вы такой любопытный, любознательный, вы же все знаете, интересуетесь. Вот я интересовался, я проверял и ничего не нашел. Если вы мне можете дать показать, я вам посмотрю. Где вы узнали информацию, что Зеленский наркоман? Какая разница где? А, какая разница? Поэтому вы считаете... Тут какая разница, где я узнала. Большая разница. Нет, вы не знаете. И об этом все знают. Не все. Не все знают, это вы врете. Вы сейчас врете. Никто, не все и не знают. Да. Порошенко, что сделали с Порошенко? Что сделали с Порошенко? Облили лицо кислотой. Януковича, что сделали? Вы вообще как будто знаете, на другом конце планеты. Кто Порошенко? Кто Порошенко облил лицо? Вы, скорее всего, лучше знаете меня. Нет, я вас спрашиваю. Вот вы заявляете, делаете какие-то заявления. У вас должны быть подкрепления к этим словам? Какие-то доказательные базы и факты? Из неявления и подкрепления. Показывайте. Ребята, извините, немножко эмоциональный был. Я когда слышу вот таких особенно людей, вот эти люди вдвойне виноваты. То есть она жила в Украине. Вы посмотрите, о чем она говорит. Она Бандерасов там видела, понимаете, да? Поэтому, когда говорят, что виноват только Путин, это не так. Вот виноваты вот такие люди тоже. Виноват люди, которые поддерживают эту всю мерзость. И именно поэтому в России сегодня происходит то, что происходит. А финал всему этому будет очень печальный. Эти люди не раз еще вспомнят все слова, которые они заявляли. И хорошо, что есть интернет, и все можно посмотреть будет потом, позже. Поэтому, когда иногда говорят, вот зачем, например, общаюсь с таким человеком, да? Это очень показательные диалоги. И эти диалоги потом, через какое-то время, можно будет смотреть еще, еще, еще. Когда эти же люди будут кричать о том, что это все не мы, это все он. Нет, это не Путин. Это люди. Они бегают с автоматами в Украине. Они клеят свастику на своих машинах внутри России. Они кричат, давай, бой, да, и так далее. Да, все это. Это все жители России. Включая так называемую элиту. При этом все они хотят находиться в западных странах, отдыхать и получать удовольствие. Но все меняется, и это тоже меняется. И их ждет очень-очень плохой конец. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok